12 развенчанных мифов Миф первый Для создания великой компании требуется великая идея На самом деле, великая идея не обязательно приводит к успеху Немногие начали свою деятельность с великой идеи А некоторые вообще без какой-либо конкретной идеи Кое-кто стартовал с откровенного провала Более того, независимо от основополагающей концепции Компании с видением были значительно менее предрасположены К предпринимательскому успеху, чем компании сравнения Как в притче о черепахе-зайце Великие компании зачастую медлят на старте Но выигрывают на длинной дистанции Миф второй Для создания вперед смотрящей компании Требуется харизматичный и прозорливый лидер На самом деле, наличие харизматичного и прозорливого лидера Совершенно не обязательно для построения великой компании И может даже являться помехой долгосрочному успеху Некоторые самые видные SEO величайших компаний Мало соответствуют представлению о харизматичном лидере Некоторые не имеют с этим представлением ничего общего Подобно основателям Соединенных Штатов в пору Конституционного Конвента Они скорее концентрируют свои усилия на создании долгосрочной организации Нежели стремятся стать героями Они стремятся делать часы, а не сообщать сколько времени Этим они заметно отличаются от руководителей компаний сравнения Миф третий Наиболее успешные компании нацелены прежде всего на извлечение прибыли На самом деле, вопреки классической бизнес-доктрине Увеличение стоимости акций или максимизация прибыли Не были главной движущей силой или основной целью Компаний, обладающих видением Они руководствуются целым набором целей Лишь одна из которых, и не самое главное, делать деньги Конечно, они любят прибыли Но в не меньшей степени они движимы своей основополагающей идеологией Ключевыми ценностями и смыслом деятельности Парадоксально, компании с видением умудряются зарабатывать больше Чем вдохновляемые исключительно меркантильными соображениями компании сравнения Миф четвертый Передсмотрящая компания руководствуется единой системой правильных ключевых ценностей На самом деле не существует правильной системы ключевых ценностей для всех великих компаний Две компании могут иметь совершенно разные идеологии И при этом обладать видением в равной степени Ключевые ценности великой компании Не обязательно должны быть просветительскими или гуманистическими Хотя они часто являются таковыми Критичным является не то, в чем состоит корпоративная идеология А то, насколько крепка вера в эту идеологию И насколько последовательно компания живет ею Дышит ею и проявляет ее во всем, что делает В великих компаниях не задаются вопросом Что может стать нашими ценностями Там спрашивают Во что мы на самом деле верим? Миф пятый Неизменны только изменения На самом деле Компания с видением С религиозным пылом Охраняет свою основополагающую идеологию Изменяя ей за редчайшим исключением Ключевые ценности формируют основания компании И не подвержены изменениям в угоду моде В некоторых случаях ключевые ценности Сохраняются в первоначальном состоянии более ста лет А базовая цель компании Смысл ее существования Может служить маяком несколько столетий Как путеводная звезда на небосклоне Конечно, твердо следуя своей ключевой идеологии Великие компании демонстрируют сильнейшую способность к прогрессу Что позволяет им меняться и приспосабливаться Не изменяя при этом Своим заветным идеалам На самом деле Стороннему наблюдателю Великие компании могут показаться Консервативными и пуританскими Однако они не боятся Ставить гранзиозные и дерзкие цели Которые мы будем называть Бихагами Подобно покорению горной вершины Или полету на Луну Бихаг может быть отчаянным и рискованным Но само приключение, восторг, вызов Притягивают людей Вливают адреналин И генерируют сильнейший импульс Для продвижения вперед В компаниях с видением Сознательно применяют бихаги Для стимулирования прогресса И поэтому в решающие моменты истории Обходят компании сравнения Миф седьмой Великая компания Отличное место работы На самом деле Только те, кто соответствует Ключевой идеологии И высоким стандартам Великой компании Считают ее Отличным местом работы Если вы идете работать в такую компанию То либо впишетесь в нее Расцветете и станете Самым счастливым человеком на свете Либо будете выкинуты из нее Подобно тому, как организм Избавляется от зловредного вируса Либо так, либо этак Третьего не дано Напоминает секту В великих компаниях Настолько отчетливо знают Что они хотят и к чему стремятся Что в них просто не находится места Для тех, кто не может Или не желает Соответствовать их строгим правилам Миф восьмой Успешные компании Предпринимают правильные шаги Благодаря превосходному И всеобъемлющему Стратегическому планированию На самом деле Компании с видением Совершают некоторые свои шаги В ходе экспериментов Методам проб и ошибок Приспособленчества И в буквальном смысле случайно То, что ретроспективно Выглядит как блестящее Предвидение и планирование Зачастую является следствием принципа Давайте попробуем все И оставим то, что будет работать В этом компании с видением Копируют биологическую эволюцию видов Мы пришли к выводу, что Книга Чарльза Дарвина На происхождении видов Для некоторых компаний Является значительно более полезной Чем любой учебник По стратегическому Корпоративному планированию Миф девятый Для совершения коренных преобразований Компаниям необходимо Приглашать руководителей со стороны На самом деле За всю историю совокупной Продолжительности жизни Великих компаний А это 1700 лет Было всего 4 случая Когда компании Пытались найти СИО За своими пределами Выращенные в родных стенах Руководители стояли У руля великих компаний Существенно дольше В 6 раз Чем в компаниях сравнения Раз за разом Эти компании опровергали Распространенные заблуждения О том, что свежие идеи И значительные изменения Не могут происходить Изнутри Миф десятый Наиболее успешные компании Фокусируются в первую очередь На борьбе с конкурентами На самом деле Великие компании В основном соревнуются Сами с собой Успех и превосходство Над конкурентами Являются для них Не конечной целью А побочным следствием Решения того вопроса Который они без устали Задают сами себе Что мы должны сделать Чтобы завтра Работать лучше, чем сегодня Они задают этот вопрос Изо дня в день В некоторых случаях На протяжении 150 лет Неважно, сколь многого Они уже достигли Неважно, насколько Они оторвались От конкурентов Слишком хорошо Не бывает никогда Миф 11 Нельзя съесть один и тот же торт Дважды На самом деле В великих компаниях Никогда не позволяют Слову «или» Брать верх Хотя, если придерживаться Строго рационального подхода Вы можете выбрать Либо вариант «А», Либо «Б», Но никогда Тот и другой Одновременно Здесь опровергают Сам принцип выбора Стабильность Или прогресс Культовая идеология Или Личная независимость Руководители Или Радикальные перемены Проверенные методы Или Амбициозные цели Извлечение прибыли Или следование Ключевым ценностям Вместо этого Они преклоняются Перед словом «И», Желая иметь «А» и «Б» Одновременно Миф 12 Компании Обретают величие Провозглашая Свою миссию На самом деле Компании с видением Стали такими Не столько потому Что они делают Соответствующее заявление По этому поводу Хотя они, конечно Частенько делают их Они достигли Своего величия Вовсе не потому Что в какой-то момент Начертали на бумаге Одну из тех Популярных Ныне деклараций О миссии Видении Ценностях И целях Хотя они пишут Подобные декларации Значительно чаще Чем Компании Сравнения А в некоторых случаях Сделали это Десятилетиями Раньше Чем подобные документы Вошли в моду Написание документа Может стать Одним из полезных Шагов В построении Компании Но это Лишь Один из Тысяч Шагов Бесконечного Процесса Идентификации Своих основных Принципов Который Столь Присущ Компаниям Свидением